Потушили пожар на производстве и своевременно развернули пункт обогрева для пострадавших на дороге. В Нягоне состоялись большие учебные сборы спасателей. Огнеборцы повысили свой профессиональный уровень и испытали новую технику. Обо всем подробнее Татьяна Герт. Пожарные тушат крупный промышленный объект – завод ЛВЛ «Югра». По легенде, в процессе сушки древесной щепы загорелась печь. Появилась угроза распространения пламени на оборудовании. Возгорание произошло в рабочее время. В помещении находятся люди. Спасатели, а в учении задействованы 50 человек, работают слаженно и быстро. Производственные мощности данного предприятия, его особенности производства, ставят нас в определенные условия в отношении пожарно-тактических действий по тушению возможных пожаров. Поэтому, естественно, накладывают свои особенности на тушение возможного пожара на этих объектах. В масштабных учениях испытывают новую боевую машину. За последние пять лет технопарк обновился впервые. До этого на вооружении всех подразделений отряда было 15 автомобилей. Огнеборцы, конечно, справлялись. Но с улучшением материально-технической базы повышается и готовность к выполнению задач. Эта машина, она на сегодняшний день уже модернизирована. То есть используется уже более новое оборудование, более новые агрегаты, узлы. И в конце концов, это тот автомобиль, который обеспечит нам лучше исход тушения пожара. В рамках учебно-методических сборов спасатели отработали действия развертывания пункта обогрева. Модульные палатки, полевая кухня собраны за время, установленное регламентом – полтора часа. На раскладушках для пострадавших на дорогах в сильные морозы приготовлены теплые одеяла. Столовая оснащена мебелью и необходимой посудой. Всё чётко и слажено, всё в наличии, всё делается вовремя. В первую очередь мы рассчитываем прикрывать им трассу Нягонь-Ханты-Мансийск в пределах Октябрьского района и приобье в сторону Белоярского и Берёзовского районов. В масштабных сборах принимают участие все службы МЧС – пожарные, медики, спасатели. В очередной раз отработан алгоритм взаимодействия. Сотрудники, от которых в нештатных ситуациях зависит жизнь и здоровье людей, не подвели. Учения признаны успешными. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Егория, Нягонь.